Добрый вечер, дорогие товарищи! У нас очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Сегодня слово представляется Попову Михаилу Васильевичу. Профессору Санкт-Петербургского государственного университета. Тема занятия, пожалуйста, вы разручите. Тема нашего сегодняшнего занятия, нашей лекции – это Гегель в духовном развитии человечества. Вопрос стоит не о том, что есть какой-то философ, или мы знаем одних философов, любим одних, не любим других. Здесь надо посмотреть с более высокой позиции, что собой представляет Гегельская философия вообще в истории человечества, в его духовном развитии и в развитии коммунистического движения, в развитии рабочего класса. Поскольку, я думаю, что, может быть, Гегель бы очень удивился, если бы узнал, какое внимание к его работам уделили руководители крупнейшей стороны социализма, которая больше всех, больше Германии, в которой родился Гегель, издала гегельских произведений, и, как подчеркивается в книге Сумина «Гегель и судьба России», рецензентом, который был, казеном здесь присутствует, в которой подчеркивается, что, несмотря на то, что все знали, что Гегель – идеалист, тем не менее, его издавали, переиздавали, и он стал в Советском Союзе как бы в основе всей... И в этом плане Советский Союз стал единственной, или Россия в конкретной форме Советского Союза, стала единственной страной, где в основе идеологии философия лежала. Потому что вообще в других странах, в Германии, допустим, в Англии, основой вообще идеологии являлась какая-то форма религии. И вот в этой самой, может, светской стране, самой атеистической стране, в основе идеологии оказались произведения Гегеля, которые, это, так сказать, вроде так... Хотя, для нас, которые уже кое-что читали, и я думаю, что все, кто здесь присутствует, в той или иной степени знакомы с тем, что я буду знать или напоминать. Моя задача состоит не в том, чтобы, так сказать, сообщить, а в том, чтобы... Я так ее в этом вижу. Вы все, конечно, знаете и помните статьи источника и три составных части марксизма. Три источника – это, я дам Смит Рикарда, это немецкая философия Гегель и французский социализм. Ну и, соответственно, три составных части марксизма. Это марксистская политэкономия и научный социализм или научный... Вот я должен сказать, что именно в кафедре научного коммуника Горкового партия, присутствующего на этой... Я должен сказать, что вообще курс научного коммуника был довольно кашеобразным. Я вот теперь могу сказать, почему он был такой кашеобразным. Если вспомнить известный ленинский афоризм, известный ленинский афоризм, который содержится в 29-м томе полного собрания сочинений, философских тетрадях, который звучит так. Нельзя вполне понять капитала Маркса, и особенно его первой главы, не поняв и не простудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов понял Маркса и полвека спустя. Вот такое высказывание, которое было сделано в тысячу... Во время империалистической войны Ленин сел впервые из изучения большой науки логики, и подготовил комплект науки логики Гегеля, с которым каждому знаком. Гегеля, допустим, читать трудно, ведь как Ленин на это реагировал. Ленин у нас авторитет, и я думаю, послушать авторитет, читаться с авторитетом, он полезный. Тем более, что Ленин эту тему все время продолжал. Например, в последних письмах к езду, там, где он дает оценки Сталину и другим, где мы можем заметить, что единственный человек, кому он не дал отрицательные политические оценки, и даже он, вот тот, кто изучал геалектику, тот может понять смысл его высказывания такого рода, что вот надо подумать способ переместить Сталина. На его место поставить такого, который отличался только в одном отношении. В одном плохом отношении. Более лоялен, менее груб, а более лоялен к товарищу. А может такой быть другой человек, который только в одном отношении отличается от другого? Бывает. Такое бывает. Средняя личность. Для этого следует, что это вот такая форма критики товарища Сталина, не более того. Если вы не справитесь, тогда надо вас перемещать. Это так грубо звучит, а можно ведь говорить, что я могу сказать, что вот вы так вот плохо на меня смотрите, а я могу сказать, вот я виноват, что вы так на меня смотрите, потому что я, видимо, плохо считаю лекции. Я то же самое сказал. Да, больше не буду так делать плохо. Я постараюсь прочь. Разные же есть формы воздействия. По мере того, как люди изучают диалектику и понимают, что такое рефлексия, отражение. А в отраженной форме, ну, чем пользуются хоккеисты, нужно туда бросить, они бросают в стенку, и оттуда отлетают и попадают точно в ворота. Поэтому человек, который изучает диалекцию, может понять, что вот так, что имел в виду Ленин, как он высказывался, например, в отношении Бухарина в том же письме. Вот он говорит, Бухарин, любимец партии, законно считается теоретиком партии, законно. Тут люди, Ленин считал, что он теоретик. Дальше, что Ленин пишет, но никогда не учился, и не поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к полнему. Что мы увидим? Значит, у партии в теоретиках ходит человек, который никогда не учился, никогда не понимал в исполнении диалектики, и в любимцах ходит. Тут и теоретические воззрения очень большим сомнением, когда пришел Никита Сергеевич Хрущев, мы это и увидели. В любимцах ходит, кукурузу распространял, как сейчас лампочки, вот кто-то ходит, один предмет берет, и вот все... То есть я хочу сказать, что это изучение генетической диалектики, оно для всех проблема, для всех, или тише. Для Ленина была проблема. Он подбирался к этому, вот Александр Сергеевич целую статью на эту тему написал. Когда вот Ленин как изучал, он все малую логику, потом, значит, вот определение Маркса, Енгельса, потом взялся за малую логику, а когда наступил 1914 год, Ленину было 44 года. То есть к систематическому изучению науки логики Гегеля Ленин приступил только в 44 года. Поэтому тут не особенно можно печалиться некоторым товарищам, которые вот сейчас начнут изучать науку логики Гегеля, Ленин, так сказать. Но зато это дало свои плоды и результаты. Когда он приступил к этому? А когда все запуталось? Тогда во время империалистической войны все спуталось. За это были партии, рабочие социал-демократические партии во всех странах, выступали против империалистической войны, все было хорошо, значит, все организованы. Они, так сказать, споследовательно проводили, Ленин боролись в какой-то мере с оппортунизмом. Например, Жюль Гетт во французской партии возглавлял, как известно, гору, то есть такое революционное крыло, а РЭС возглавлял оппортунизм и ронду. И вот, как Ленин писал потом про Жюль Гетта, когда в 1914 году на стойна и те люди, которые в социально-миротических партиях выступали против войны, были поставлены в такие вот логи. Вот как мы сейчас сидим, кто проголосует за военный бюджет, то есть за бой народов, то остается здесь и может пойти в правительство. Кто сейчас поднимет руку против, тот пойдет на каторгу. И в немецком Рейхстаге, как известно, руку поднял один только человек Липник, Карл, и пошел на каторгу. А потом его еще и убили. Дал группу Спартак, которая сохранила честь, так сказать, германской социал-демократии. А германская социал-демократия в одночасье превратилась в буржуазную партию. Пошли в правительство эти люди и во всех странах, кроме кто остался тогда в то время. Вот мы сейчас тоже в меньшинстве, нас мало, сейчас некоторые плачут, нас все время мало. А что там было много? Перечисляю. Большевики, болгарские тесники и английский учитель Маклин. У нас был проспект Маклина, потом решили отсчитывать Маклин. Давайте уберем Маклина, оставим английский проспект. Получилась какая-то ерунда. Вроде как у нас была Красная Бавария, поскольку в Красной Баварии были советы, советская власть была установлена и потерпела поражение. Зачем нам советская власть? Ставили Бавария. Еще у нас вдруг Баварии посвящено завод Баварии на Петровской косе. Ну что он сюда залетел? Ну я понимаю, например, вот у нас Маркса, например, убрали проспект, потому что он рабочий класс был. А вот Энгельс капиталист оставили фабриканты. Папа у него был фабрикант. У нас теперь собрание сочинений Большого Санксоневского и Энгельса так издавателя. То есть много чудес бывает. И в этих чудесах без Гегеля не разберешься. Хотя и в Гегеле тоже трудно разобраться. Некоторые думают, что Гегеля читала на русском, что на немецком. Разница, говорит, и так непонятно, и так. Но надо все-таки наступило такое время, когда мы должны так же смириться с понятностью Гегельсского метода. Даже как мы сменились с непонятностью высшей математики. Я вам предложу сейчас математический текст, хороший, серьезный. Вы будете его читать полтора месяца, и вы не поймете. Это я точно вам говорю, потому что я первое, закончил математику механическую, так с товарищем. Некоторые статьи разбирали, то есть пытались понять. И как раз через полтора месяца у нас полная ясность в доказательстве через полтора месяца. То есть, по крайней мере, я морально к тому, чтобы читать такие вещи, был подготовлен. Я вот тут Иван Михайлович, который питал страшный какой-то курс матфизику. В числительный метод. Страшное дело. То есть, я хочу сказать, народ к этому уже готов. Действительно, ну вы занимайтесь математикой своей, занимайтесь. Там ничего не понятно, но она полезная, нужная. Только меня, только мне не приобщайте, и все будет хорошо. Потому что корабли благодаря этому плавают в космос, запускают, там без математики не обойдешься. Но, мы это не будем изучать. Но, ну это как бы отрасль и одна. А вот тут, если речь идет о трех составных частях, трех источниках марксизма, тут хуже дела. Значит, если мы не знаем одного источника и основной, одной составной части, то наша табуретка марксистская, и коммунистическая табуретка, на трех ногах, она уже без одной ноги. Еще никто не видел, как на двух табуретках о двух ногах стоит. Товарищ еще может стоять табуреткой, а не может. Более того, если учесть, что нельзя вполне понять капитала Маркса, его, особенно его первой главы, не поняв, не простудировав всей логики гидро, тогда еще одна ножка до логи. Остается одна ножка у этой нашей марксистской коммунистической табуретки. Ну и остается вот этот самый научный коммунизм, который без диалектики, без политэкономии. А это тогда пустая болтовня. Это пустая болтовня и рухнула. Поэтому, когда мы задумываемся о причинах поражения в этой борьбе, которая была, то мы должны признать, что кроме всяких объективных причин очень иными характером, что это вот первой фазе с отпечатками капитализма, класса борьбы не прекращалась, нельзя отказываться, и так далее, то мы должны еще и признать, что кроме всего прочего есть и духовные и идеологические причины. Если люди, если партия, которая, понятно, на известных этапах, ну как бы не имела возможности изучать Гегеля, потому что то гражданская война, то восстановление народного хозяйства, подготовка к новой войне, опять же восстановление народного хозяйства. Люди гибли, и не худшие. И вот наступило первое время, то есть появилось новое поколение, которому я принадлежу, 45-й год. Ну, нашему поколению ссылаться, что мы здесь коллегскую учреждению по Гегелю, ну, ни с какой стороны, уже закончилось восстановление народного хозяйства. Наша жизнь была все лучше и лучше и лучше. Переездали Гегеля на народный. Переездали Гегеля в 37-м году, в 37-м, который все начинали. 50-е переездали для нас. Сейчас вообще все время переиздают. У меня недавно было обсуждение, говорят, вот не могу купить девочкой все лососо. Как это не можете купить? Ходите вниз в киоск. А я по интернету все заказываю. Ну, здорово придумываю. Сходите вниз, 450 рублей. Сейчас все время, поскольку заново издавать не надо, то есть готовить, поэтому перепечатывают, допечатывают тираж, а все время он попадает в продажу. Все время можно... Потому что проблемы такой нет. Я хочу сказать, что он расходится, расходится, расходится. Читают меньше, но покупают здорово. То есть это вообще по товару очень ходовой. Все время покупают, говорят, у нас и Гегель стоит. Он у нас вот Аволяне был. У него же марксистская, ленинская, сталинская платформа. Я говорю, давайте еще Гегель и Мао Цзюду у нас стоим. Все есть. Поскольку речь идет все-таки о роли Гегеля не только в становлении коммунистичного, а вообще в духовном роде человечества. А именно, вот Макс. Он кто был сначала? Марксист был? Материалист был? Идеалист. Он был идеалист. Младый гегельянец, в кружок молодого гегельянца. Потом говорит, вот, я потом взял и Гегеля перевернул. И Гегель, он первым себя перевернул. Сам встал на ноги. А он что-то о Гегеле говорит. Гегеля не надо переворачивать. Я вот хочу представить эту систему, очень ярко, гегельская, что было понятно, что ничего тут переворачивать не надо. Вот что такое система объективного идеализма Гегеля? Не будем это смешивать с методом диалектическим. Это отдельный вопрос. В чем состояла объективная диалектическая система Гегель? Гегель довел идею Бога до всякой бестелесности, до абсолютной идеи. Есть абсолютная идея. Одна. Больше ничего нет. Вот эта абсолютная идея сама себе противопоставляется, сама с собой противоречит и порождает материю. Дальше идет все, как у Маркса, как мы с вами знаем. Вот этот объективный развивается и доходит до человека. Дух. А затем этот Дух познает эту материю и у Маркса этим все кончается. А у Гегеля, ну, познавая эту материю, он и познает абсолютную идею. И абсолютная идея приходит. Вот замкнутая система объективного идеализма Гегеля. Значит, что получается, что нужно сделать, чтобы из нее, или что просится, чтобы получилась система материализма Маркса? Вот эта вот первая часть, что абсолютная идея доходит до материи. Она убирается и остается чистой, магистой материалей. То есть, материя развивается до такого высокого уровня, что в одной своей части она становится столь сложной, столь высоко она развила свойства отражения, что отражает самое себя. И это и есть человек. Я вот всех представляю, что мы материя ее самая высшая. обладающая сознанием. А сознание есть свойства сакронизованной материи. И вот человек, обладая сознанием, или человечество, обладающее сознанием, а человек это животное общественное, тящееся, тящее и разумное. Вот человек познает эту материю и на этом все. То есть, вот это и есть процесс познания. И вот так замыкается система Марксова, материалистическая система, диагностическая материала. То есть, вот этот хвост, а тем самым она познает и абсолютную идею, тоже выбрасывается. То есть, выбрасывается начало и конец. И получается, как у Чехова. Вы написали рассказ. Выбросьте начало, конец, и можете печатать. Так Маркс поступил с этой темой Гегель. Иногда, когда говорят о Гегле, все время суют нам нос вот эту самую систему объективного идеализма. И, как говорил Энгельс, третирует Гегеля как дохлую собаку. он идеалист, хотя у нас даже хуже есть идеалисты. У нас солипсисты есть. А солипсизм это некая ветвь философии, которая состоит в том, что есть только я и все остальное комплексных ощущений. Нет у вас у меня в голове. Поэтому не надо тут вот хоть и кивайте, хоть и не кивайте. Это все у меня в голове. И вы фантом, несмотря на все ваши репети. Нет у вас, вы тоже у меня в голове. Вот спорчем. Назовите меня как хотите. А мне это все равно, потому что вы у меня в голове. И больше ничего. И анализ, как Ленин показал в книге «Материализм и эпицидзм», очень аккуратно, подробно и понятно, что, говорит, она неопровержима, чисто логически. Ну как вы меня опровергиваете? Да все ваши аргументы у меня в голове. Поэтому бесполезно со мной спорить. Поэтому это только опровергается человеческой практикой. Рудом, что вы здесь в такой экзотической позиции никуда не пойдете. Думаете, что умерла? Это концепт. Нет. Вот так называемый системно-структурный анализ. Тут вам умные люди с претензией на научность будут говорить, что нужен системный подход. Но еще бы не хватало, чтобы был бессистемный. Ясное дело, что системный. Но из этого делается некая наука, говорят, вот здесь элементы, структура, элементы, структура и связи между ними. И все делится на элементы и структуру. Вот сидят вы элементы, вы элементы, вы элементы, вот это элементы, это элементы. А это вот расположение этих элементов структуры. А как можно делить на элементы и структуры? А как я захочу, так и буду делить. Я хочу считать, что вот это один элемент, а вот это вот, и это, и вот это, три других элемента. А могу вот вас выделить в один элемент, себя в другой, а всех остальных в третий элемент. То есть, на самом деле, субъективный идеализм присутствует у нас в большинстве философских, или околофилософских, или околоэкономических произведений, где начинают рассуждать на тему об элементах структуры, а думаешь, а в чем тут дело-то? В чем беда-то вот этого системно-структурного анализа? А тут нет диалектики, тут нет никаких противоречий, а не все противоречия. Энгридж по этому поводу очень просто говорил. Развитие не идет от целого к части, или от части к целому. Части лишь у трупа. Развитие идет от целого к целому. Ну, человек из клетки идет. Время ребенок, он маленький, но целый. Голова маленькая, руки маленькие, а не так, что сначала нога, а потом голова, или все же есть, потом голова. Так развиваются организмы. Идет развитие от целого к целому. Вот если вы сейчас используете, занимаетесь, значит идет развитие. Не так оно идет, что вот вы вот послушали лекции и стали совсем другим. А раз совсем другим, а у нас так хорошо организовано, здесь все в университете, то там вот Виктор Иванович приготовлены паспорта, и раз вы стали другим человеком, вам другую фамилию, другой паспорт, и поздравляем вас, что вы стали другим человеком. Но вы-то остались тем же самым, став совсем другим. Тогда мы упираемся в некое противоречие логическое. логическое. Я хотел бы на это обратить особое внимание, что мы сталкиваемся с тем, что вот некоторые логические противоречия становятся здесь допустимыми. Не тогда, когда идет рассуждение, когда вы выходите из чего-то противоречивого. Вы снова должны прийти к противоречию. То есть, а некоторые вещи иначе, как через противоречие, и выразить нельзя. И поэтому вопрос о значении гегельской диалектики, это не вопрос о еще одном учении каком-нибудь философском, где сказать я люблю Гегеля, а я не люблю Гегеля, я люблю Спинозу. Ну, люби Спинозу. А это вопрос о другом. Мы все пользуемся формальной логикой, независимо от того, знает ли кто, что ее разработал Аристотель или не знает. Читал он Аристотель или не читал. А если кто хочет попробовать и посмотреть, что проще читается, Аристотель или Гегель, я думаю, что ему Гегель покажется очень просто. Страшное дело, если вы откроете произведение Аристотеля, посвященное логике, формальной. Вот он ее все разработал, и все человечество этим пользуется. Причем разработал он раз навсегда. Есть формальная логика, с которой человечество прожило по существу, хотя отдельные всякие диалектические высказывания и изречения были, и отдельные моменты диалектические применялись философами все время, там, Платоном и так далее. Но в основном руководствовались формальной логикой, и продолжают руководствоваться формальной логикой. И вся она вошла в математику. Курс формальной логики раньше был в школе. Вот я, например, был первым из учеников в первом смысле года, когда нам уже перестали в школе преподавать формальную логику. Был раньше курс логики. А потом решили, зачем логику преподавать, когда все вошло в лучшую математику. Если вы высшую математику изучали, или просто математику даже изучали, то вы знаете необходимые условия, в чем состоит, достаточные условия, в чем состоит, что такое тождество, что такое различие и так далее. И прекрасно стали мы обходиться без изучения формальной логики. Но она изучается в курсе математики, начиная со школы, и даже те, кто не упал и не учился, все равно он формальную логику знает и ею владеет. И владеет она не потому, что ее разработал Аристотель, а потому, что она стала частью духовного наследия и непременным элементом, с которого не мыслится вообще современный человек. И вот наступило время, новое время, новый рубеж и скачок в развитии человечества, который как раз состоит в создании системы диалектического мышления и диалектической логики. Я, правда, мог бы сказать, что у нас есть претендент еще один на еще одну логику. Помните, книга была Горбачева «Новое мышление для нашей страны, для всего мира». Человек, который не написал ни одной статьи, вдруг за лето написал книгу, но при наличии честного числа помощников это можно сделать. И у нас поэтому теперь есть формальная логика, формальное мышление, диалектическое мышление и новое. Ну, плоды нового мышления мы вот наблюдаем в нашей стране. К чему оно привело? Новый гей, Николай Сергеевич. Потом пиццу стал рекланировать. Вот к чему привело новое мышление. Качок. В чем скачок такой, без которого, конечно, не было бы марксизма, не было бы рабочего движения, как сознательного рабочего движения, не было бы вообще вот этого подъема революционного движения в мире и не было бы то, что мы сейчас стоим и что мы собираемся возрождать, защищать, отстаивать. Так, ну, те, кто не знает диалектики или очень ей владеют, те, значит, даже не понимают, что говорил Гераклит. Гераклита все знают, как он наш, можно сказать. Гераклит сказал, что все течет, все изменяется. Нельзя войти в одну и ту же реку, сказал Гераклит. Дважды. А он не совсем так говорил. Говорил еще и то, что мы все-таки входим в одну и ту же реку. Вот это он тоже говорил. А все вырвали, а вот эти товарищи, которые выкидывают одну сторону противоречия друг к другу, и говорят, ну, нельзя войти. На самом деле, дважды только и можно войти в одну и ту же реку. Ну, что я сначала вошел в него, а потом в оку. Какой смысл этого высказывания? Ну, если дважды нельзя войти, если дважды можно войти или в одну и в другую позу. Весь смысл, вся острота высказывания в том, что в одну и ту же реку, то есть входя в одну и ту же реку, но в разные реки. То есть здесь это высказывание противоречивое. Здесь сердце противоположное утверждение. Дважды можно Нужно войти в одну и ту же реку, это одно высказывание. Ну, потому что, если в разные реки, это в каждую по одному разу пойдем, правильно? В Аку в один раз, в него. Еще раз, в Волгу, в третий раз. То есть дважды только в одну реку можно войти. В этом смысл слова «дважды». Формально-логический смысл слова «дважды» означает, что только в одну реку можно войти дважды. Это как раз все должны знать, это само собой разумеется. Но Хераклик говорит, и в то же время нельзя войти в одну и ту армию. То есть когда вы туда вводите, там другая вода, уже изменилось русло, русло все время же меняется. То есть геалектика там, где стояло только одно утверждение формально-логическое, она требует принять во внимание прямо противоположное. То есть тезис требует антитезис? Обязательно, обязательно. И требует антитезис обязательно. И только в этом случае вы можете дать истинную картину мира. В противном случае ваши высказывания какие? Правильные. И вот Гегель, в отличие от того, что было до него, различает правильность, достоверность и истинность. У вас есть недостаток какой-нибудь? Или такое достоинство у вас? Так вы уклоняетесь. Ладно, у вас нет, у меня есть недостаток. У меня есть недостаток. Ну вот давайте разберем ваш недостаток и будем разбирать, разбирать, разбирать. Вы же понимаете, что ваш недостаток, он проявляется в действиях, да? Раз он в каких он действиях? В античеловеческих уже проявляется. Вы же человек. А если ваш недостаток, он же противоположен вашей природе. То есть он же в античеловеческих действиях проявляется, в антиобщественных. Это страшное дело. И давайте мы могли вбляться. Это будет правильно или нет? Правильно. Это будет правильно. Но это не будет, вот Гегель это отличает, и это вас спасает сразу. Потому что если бы это не сказал бы Гегель, получилось, что вот нашли у человека что-нибудь отрицательное, и давай, давай его, и давай, давай его. Так же может дойти до уничтожения человека. А недостатки у всех есть. Так вот Гегель отличает правильность, достоверность, а достоверность сейчас мы пойдем проверять, действительно ли есть у вас этот недостаток. Комиссию создадим, вот тут уже трое у нас. Будем проверять. И вы знаете, все подтверждается. То, что вот вы сами честно-сердечно признались, и вот наша комиссия проверяла, и все это подтвердилось. И еще дальше углубим. Дальше уже, я не знаю, дальше под статью будем уже, наверное, подводить, потому что тут античеловеческая деятельность, ну это ясное дело, как просто не обойдется административно только штраф. Антигуманист. Да ясно, антигуманист, это еще мягко вы так сказали. Против человечества человек идет. Иногда, по крайней мере. Не всегда, конечно, но иногда идет. Страшное дело. Так вот, гигер отличает очень четко, что есть правильность, достоверность, то есть когда проверили, убедились, ну это все. А вот истина, обязательно, тогда они бывают абстрактные. Я раньше думал по молодости, подробно научились. Оказывается, яйца ведутся не то, что подробно, а именно конкретно, а конкретно означает не одностороннее, больше ничего. Конкретно, это значит и тут надо взять в сторону, и другую, и все. Всего лишь, а не то, что надо, вот все, как все возьмешь, что не возьмешь. Так вот первая самая категория диалектики, это категория становления, в котором есть и бытие, и ничто, и возникновение, и прихождение. Вот для того, чтобы, я сейчас перейду к некоторому примеру, очень крупному и понятному для всех, но прежде, но прежде, хочу привести пример из другой области науки, из математики. Вот мы все знаем судьбу одной из аксиом. Как известно, аксиома, эвклиновой геометрии, сколько уже лет не прошло, но как вот есть истина, то, что достигнуто раз навсегда человечество, мы все время пользуемся. Мы же читаем, нам курс геометрии в школе, тот, какой разработал эвклиновой геометрии. Ничем он там никак не изменился, и теоремы точно такие. И вот в этой эвклиновой геометрии есть аксиома, что через точку, не лежащую напрямую, можно провести только одну прямую, не пересекающую данную. Две тысячи лет ровно, две тысячи лет математики пытались это доказать. То есть рассматривали это не как аксиома, а что нельзя ли это из других аксиом вывести и доказать. Не получается. Тогда они взялись это опровергать. Нельзя ли это опровергнуть, этот тезис, что только одну. Опровергали, опровергали, никто не мог опровергнуть. И вот наступил такой момент, стал в некоторых головах через две тысячи лет. Две тысячи лет в некоторых головах математических стала зреть мысль о том, а не аксиома надо поменять, забыть другая геометрия. И говорят, что вот якобы у Гаусса такие мысли пошли, это о нём рассказывают, но сам он ничего не написал. И говорят, что он не написал, потому что страшно ему стало, что он так с этим вылезет. Это же заклюют. Две тысячи лет было одно, а теперь вылезет такой. И он говорит, как опытный человек, знаете, как учёный большой, математик Гаусс не полез в это дело. Полез. А молодой венгер в Бояре, потому что математик такой, Вольмион, написал, стал статью о том, что надо сделать это аксиомой и будет другая геометрия. А поскольку он был молодой, и никто бы не опубликовал такую статью, он квапиной. Квапиной. И она вышла. И он решил, что он перевернул математический мир. Когда она вышла, он узнал, что три месяца назад русский математик Лобачевский тематически развернули дал изложения. Ротский государственный мир. Это называется самостоятельно. Это величайшее достижение математическое. И оказывается, что, доказывается, Лобачевский сделал? Что вот давайте примем другую аксиому, что через точку, не лежащую на прямой, можно провести сколько угодно прямых, а еще данных. Сколько угодно. На плоскости, в каком пространстве. Не, не надо. И что? Что такого тут вот? Это нам привычно, непривычно? Ну вот, стала другая геометрия. То есть и та осталась само собой. Само собой. Точно так же, как ньютоновская физика осталась само собой после того, как появилась теория относительности. Низшая, частный случай, выше? Частный случай, другая. Ну она вот здесь вот, так сказать, применять в каких-то наших работах, с которыми мы сталкиваемся, вообще не надо никогда. Я могу даже привести некоторый пример. Представьте себе, ну, большое ямрико. Представили, да? Давайте назовем вот, и давайте разрежем его по экватору. Раз. Получилась вот эта окружность. Возьмем точку повыше там, посевернее. И через нее будем тоже резать. Разные плоскостями. У нас получатся разные окружности, не пересекающиеся ставили, да? То есть получается одна большая окружность, экватор, и какие-то еще. Сколько таких можно нарезать, которые не пересекают? Сколько хочешь. Бескачественного. Теперь давайте будем надувать этот шар. Больше, больше, больше. Кривизна все меньше, меньше. Вам с какой степенью приближения к прибой сделать? Любой, да? То есть вот надувим так, что... Ну это как некоторая модель для, так сказать, для живления. Модель расширяющейся вселенной времени. Расширяющейся земли. Зачем? Хватит нам о земли. Земля с тобой пухнуть, пухнуть, пухнуть от парниковых гадов. Вот в каком-то смысле произошло то же самое и с человеческим мышлением. Выяснилось, что если, скажем, для технических наук, которые раньше развивались, а никакие общественные науки толком-то и не развивались. Во время Гегеля, надо сказать, до Гегеля, ничего такого, так сказать, выдающегося в обществе. Вот только-только, значит, потом, в Доре Витов, Дарвина, да? О борьбе Витов. И только после этого какие-то начались... А до этого Гегель, конечно, пытался там что-нибудь сказать в области, так сказать, право и так далее, но вот я хочу сказать... Классификация видов линей. Классификация, разделение. Давайте разделим на куски. Но это уже не общественные же науки. Животных, виды растений. То есть, а до общества еще тогда человечество не дошло. Но и не могло оно дойти, потому что, если мы хотим изучать общество, то общество надо брать как... Никак неподвижное. Это вот планеты вы можете изучать, они миллионы лет идут по одним и тем же траекториям. И сдвигаются эти траектории на какие-то доли, там, градусы. А тем более Вселенная, которая про него ходит, говорит, вот если только за миллионов лет световых, то тогда будет вот то-то, то-то, и будет вот... Нам уже начинают некоторые грустить. Что же с нами будет через сто-кодомиллионов световых лет? Не знаю, что с нами будет. Точно мы об этом не узнаем. В каких расстояниях идти? В расстоянии связано со временем. Свет распространится со скоростью на три секунды, поэтому если время умножено на скорость света, мы узнаем, на каком расстоянии это все будет и так далее. Ну и так далее. Там сидит черт, кстати. Стравимся? То это опровергнуть нельзя, что там сидит. Короче говоря, это вот касается всяких астрономий, технических наук и прочее. Где, в общем-то, изменения не такие большие. Хотя, я думаю, что технических наук, конечно, касается то, о чем дальше идет речь. Просто тогда это не было такой, казалось бы, непреложной необходимости. Но если вы возьмете область общественных явлений, здесь же развитие в чем состоит? Быть тем же самым и не быть тем. Вот скажем, возьмем образование. Вот у меня студент. Я говорю, так вот я их спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вот можно считать, что вы все время остаетесь тем же самым? Я вот вам лекцию читаю, но вы тем же самым остаетесь. Ничего я больше не говорю. Значит, хорошо, вы не тот же самый. Но раз вы не тот же самый, а в чем тогда состоит ваше развитие? Был Иванов, стал Петру. Был один человек, стал другой. Не тот же самый стал. И возвращаемся к тому, о чем уже речь шла. У вас готовы на бланке паспортов? Готовы у нас все есть. Так можно изобразить движение, просто движение, обычное движение, которое... А материя существует только в движении. Можно ли изобразить движение только одним утверждением? Или надо взять противоположное утверждение тоже? Равенство с собой и неравенство с собой. А формальная логика допускает такое. Или А, или не А. Или равно, или не равно. А что требуется сказать одновременно, если мы изображаем движение? И равно, и не равно. И равно, и не равно одновременно. Но поскольку здесь не все знают один диалектический, а тот, который как бы всю задачу упрощает изучение диалектики, я его все-таки расскажу. Многие уже знают присутствовать. Как приехал философ в деревню, стал рассказывать, чем он занимается. Его спрашивают, дед, чем вы занимаетесь? Как и чем? Философией. А что он философией? Диалектикой. А что такое диалектика? Ну, дед, ну что ты спрашиваешь? Нет, тот говорит. Ты человек готовный, а мы тоже образованный. Мы книги читаем, газеты, радио слушаем, телевидение. У нас вообще не проблема. А вы, как образованный человек, должны нам это объяснить. Ну, ладно, дед. Есть баня у вас в деревне. Идем мы с тобой в баню. Дед говорит, что тут? Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну, дед говорит, ясно? Мне надо мыться, я же грязный. Грязный, а я чистый. Вот, дед, вот здесь. Первый раз мы идем с тобой в баню. Грязный, я чистый. Да понял я вашу диалектику. Ты чистый. Тебе чистоту поддерживать надо. Тебе надо мыться. А мне-то чего мыться? Я грязный. Так, посажу. Дед, ну что ты мелешь? Посмотри на себя, ты весь грязный. Тебе надо мыться. А мне-то чего мыться? Я чистый. Понял, дед? Антитезис. Думаешь, все, дед? Нет, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? О, дед. Это и есть диалектика. Синтезис. Какое время мы возьмем? Ну а возвращаемся от этой шутки, которой в каждой шутке есть доля шутки. Еще нет. Да. Возвращаемся все-таки к изображению движения. Значит, мы должны сначала сказать, что вот этот предмет, который движется, государство, общество, партия, профсоюз, что хотите. Все живое, организм, человек, все что угодно. Вы должны взять его как равный самому себе, написать, что вот эта партия равна самому себе, должны написать, что партия не равна самому себе. Если бы так не было, КПСС бы не переродилась в оппортунистическую ревизионистскую партию, предавшую социализм. Съезд же принял решение на рынок пойти. Съезд. Вот выступал Виктор Аркадьевич, призывал не голосовать за это. Треть проголосовала съезда. То есть с формальной точки зрения, ну, съезд в смысле избрания. Избрания. И делегирования. Вот съезд партии. То есть партия приняла решение. А движение на рынок, что вы нападаете на Ельцина, на того, на сего. Ну, если партия решила, а Ельцин это человек, который был первым кстарем московского горкома, а до этого Свердловского, кандидат в Северное полетбюро, он реализовывал. А вот вы не реализовывали, Виктор Аркадьевич. Антипартийную линию заняли. То есть так можно ведь все это вывернуть, перевернуть, если стоять вот на этой. А на самом деле партия переродилась. Потому что она была равной самому себе и неравной. И вот это неравенство себе где-то взяло верх таким образом, что она уже перестала быть равной самому себе. А как она могла перестать быть равной самому себе? А потому что кроме равенства с собой, было все время неравенство с собой. А люди перевертываются. Вот только что последний пример. Он говорит, вот торбим мы сейчас, вчера, скорбная весть пришла. Умер. Кто? Неправильно, Натю, неправильно. Умер заведующий отделом теоретического и политического журнала ЦК КПСС. Заведующий экономическим отделом, политического органа ЦК Партии, газеты «Правда», товарищ Гайдар. Интересно написали, что его политическая деятельность началась с избранием его, с назначением вице-премьера. Здравствуйте. Это у нас заканчивалось на этом политическом деле. И что человек сделал, который сидел на постах этих партийных? А он был равный самому себе, но и неравный самому себе. То есть мы видим, что мало перерожденцев таких. А Горбачев? А сколько таких маленьких Горбачев? Побольше, поменьше и так далее. То есть мы наблюдаем всё время, что есть и равенство с собой, и не равенство. Тот, кто этого не берёт, тот, кто не берёт вот этот тезис вместе с антитезисом, тот никогда истинной картины общественного развития, политического развития, идеологического развития не поймёт. Никогда. Вот рабочие мало читают. Это один тезис. Другой тезис, слава Богу, что они эту галиматию не читают. Поэтому они остаются восприимчивы к марксизму, к ленинизму. Вот Кока говорили про Стальный, он такой прямо зверь. И злодей. А ведь почитайте науку логику. Если бы они читали эти дурачки науку логику, они бы поняли, что всё переходит в свою противоположность. Если вы так долго будете доказывать, что я плохой, в один прекрасный момент у всех родится мысль, что я хороший. Не надо так сильно нажимать, что я плохой. Говорят, кто, кто плохой, кто, кто? Вот за этого я буду голосовать. Особенно вот эти люди, которые всё разрушили, уничтожили. Они доказывают, что он был плохой. Ах, он был плохой. Вам он был плохой, а мне он хороший. А вот он делал. Не надо мне, не хочу я не знать, что он там делал. Вот вам он плохой, а мне он хороший. И вот, пожалуйста, кто сделал так, что теперь Сталин таким стал авторитетом? Это мы так сделали. Мы в этом участвовали. Я думаю, мы меньшую часть работы сделали. Большую часть работы сделали противники Сталина. Без сомнений. Без сомнений. Ну, они уж так старались. Ну, так старались, что просто и телевидение, и радио, и пресса, и всё. Или наоборот. Вот развитой социализм. Развитой, развитой, развитой. Он настолько подозрительно развитой. Настолько уже он развитой, что я вот приехал в Белоруссию, читая там газета «Звязда». Там написано «Мы вступила вас социализм». И всё остаётся. Сгнил и упал. Без ревак. Михаил Звязь, сколько ещё? Я заканчиваю. Я уже на сне жены. То есть, я бы призвал присутствующих отнестись к изучению науки логики и диалектики. Не как к изучению какой-то вот сбрело, так сказать, вот руководства или там фондера, вот академии. Или ещё некоторым деятелям, которые сами читают. И вот, значит, давайте почитайте это. Знаете, как я эту книжку прочитал? Читай эту книжку. То есть, чтобы это не понималось, как некое навязывание того, что вот можно читать, можно не читать. Вот как формальная логика, вы можете любить Аристотель, не любить, но вот он создал формальную логику. И больше никто. Сколько после этого занимались формальной логикой? Есть математическая логика, такой раздел математики. Но она не противоречит формальной логике. Это всё, так сказать, дальнейшее развитие. То же самое. А если вы возьмёте диалектику, то вот диалектиков таких, которые всякие диалектические мысли высказывали, и это, и прямо противоположные, одновременно. Было много. А вот книгу, которая содержала бы в себе систематическое изложение диалекции, написал и больше никто. И никогда не напишут. Больше никто. Поэтому не так, что, я подожду, когда выйдет какое-нибудь новое издание, какое-нибудь выйдет Иванов, Петров, Полисидоров и напишет новое прочтение диалектики в 21 веке. Не будет этого. Не будет. Это первое и последнее произведение. Последнее в том смысле, что наука – это система знаний. Вот систематическая разработка сделана. Хотя у Маркса были такие отдельные высказывания, знаете, шаловливые такие. Я бы когда-нибудь бы. Если бы там у меня получилось со временем хорошо, как будто пустячок. На двух печатных листах, ну, люди, наверное, не все знают, что печатные листы – это 22 страницы. На 48 страницах изложил бы рациональное то, что есть. И что-то он так вот до самого конца жизни никогда и за это и не взялся. А почему он не взялся? А потому что нельзя это никак иначе изложить. Потому что никак вот некоторые наши деятели думают, что можно систему категории переставить, которую нельзя их переставить. Вы можете их истолковать материалистически, а можете понимать их идеалистически. Но никуда вы не денетесь. Никуда вы не денетесь. Поэтому Енгель с таким вещами никогда не говорил. Никогда. А Ленин прямо говорил. Я стараюсь читать Гегеля материалистически. Мы все должны стать… Есть такая работа о значении воинствующего материализма. Это предисловие к журналу «Под знаменем марксизма». Это вот, так сказать, философское завещание Ленина. «День воинствующего материализма». Он пишет, мы все должны стать кружком любителей гегельской диалекции. Должны стать кружком любителей. Не спрашивают, любите вы, не любите. Это должны мы стать. Должны – это не значит обязаны. Конечно, не обязаны. Должны. То есть, если мы марксисты, то должны. Но если не кружком любителей, то мы не марксисты. Должны стать кружком любителей гегельской диалектики и изучать ее, штудировать и на примере развития техники, науки и общества, в том числе, материалистически истолковывать. Вот задача. А не в том, что пытаться, значит, другую какую-то систему категорировать. Хотя в каждой конкретной области там своя диалектика. В том смысле, как Гегель понимал метод. Я сейчас дам формулу непонятную. Гегеля записан метод – это сознание формы внутреннего самодвижения, содержания. Эмого предмета. Непонятно звучит, на первый взгляд. Но, если это раскрывать, это означает, что если вы берете конкретную какую-то область, там, экономическую или политическую, вы должны понять внутреннее самодвижение, содержание. Не с шагающим экскаватором сюда подойти, и не с лопатой, и не с молотком, и не со сверткой, а посмотреть, какое тут внутреннее самодвижение. И вот когда вы это внутреннее самодвижение обнаружите, то есть найдете там противоречие, тогда вы должны осознать вот это противоречие. И осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, и будет конкретная диалектика конкретного предмета. Но чтобы это сделать, надо изучить диалектику как всеобщую науку. То есть всеобщие законы диалектии, которые есть только в одном произведении и будут. Деньги, которые называются «Наука логики Гегеля» и «Заключительные положения». Значит, есть три тематических работы, посвященные диалектике. Одна называется «Самая короткая» «Философская пропедия». В том числе, работа разных лет, там все понятно. Там есть его выступление как директор Нюргерской гимназии, где он говорит, что надо применять обязательно принуждение, иначе у них не будет силы, потому что они будут все время давать волю только своим наклонным, своим чувствам и так далее, желаниям. Вот там же, там говорится, кто мыслит абстрактно, про дороговку он рассказывает, что она мыслит абстрактно, если вы там у нее не купили, что-то сказали про ее товар, что она понесет вам. И так Гегель очень простым, понятным, даже русским, можно сказать, объясняет, что это такое. И там же есть так называемая «Философская пропедия». Это коротенькое, перечисление всех категорий в их связи без доказательств. Как вот школьникам говорят. Вот запомните это и все. Запомните. Цепочка категорий без доказательств. Есть учебник для вузов, который Гегель написал уже, будучи профессором Берлинского университета. Малая логика. Он секрет философских наук. Люди думают, что раз меньше, значит тут понятнее. Ничего подобного. Но, правда, меньше, там объяснений, конечно, полных. Поэтому там связи ухватить трудно. Поэтому, так сказать, вот схватишься и будет не по зубам. Поэтому, на самом деле, изучать надо диалектику по той логике, которая называется «наука логики». Малая логика так называется, логика просто. Наука логики. У нас есть с вами счастливая возможность, и учитывая, что есть уже товарищи, которые изучают, и есть возможность у кого спросить, и действовать, и помочь. Поэтому есть такая возможность помогать всем, кто заятельно изучает науку логики. Ну, а вот 29-й том полного собрания сочинений – это, так сказать, вот ваш собеседник из предыдущего поколения, который может, так сказать, вам подсказать, так понимать. Это вот люди-то это не имели, Ленин-то этого не имел, а мы это имеем и не пользуемся. Я думаю, что вот тот самый дед, который, значит, что я все читал, все знает, он спокойно может, взявшись на изучение, все равно он, так сказать, пасет овец. Время у него есть, спокойно сидит, читает. И постепенно он будет осваивать эту самую коллектику. Помните, как Нойковский говорит? «Сяд, папаши, бороды, веники, землю папашу». Попишут стихи. Тут еще они и почитают науку логики Гегеля. Постепенно мы изучим, и у нас будет диалектика, марксистская политэкономия, и тогда, соответственно, научный коммунист будет. Диалектический, то есть он действительно научный. И тогда мы вполне сможем возродить СССР в России. Михаил Васильевич, вопросы? Пожалуйста, есть вопросы? Я ничего не понял. Вопросов нету. Вопрос один надо изучать. Пожалуйста, кто желает выступить? Сергей, есть у вас желание? Пожалуйста. Вот он может быть. Преподаю я философию. Могу со всей уверенностью сказать, что в пузах стоит 30 лет. Я не встретил ни одного человека, который мог приправдать таким товарищем. Но, конечно, эта вещь очень важная, очень трудная, но зато и очень полезная. И, конечно, без знаний Марс бы ничего не сделали, непрактически. И Владимир Ильич Ленин не поднялся бы до такой его практики. Поэтому, с одной стороны, тут не стоит думать, что науки и логики так все пропадут, товарищи. В том числе, мне кажется, полезно знать и то, что науку и логики настолько трудные произведения, что и изучающим ее всерьез, и при большом количестве свободного времени, и то не все еще осознали. Скажем, три тома эти науки и логики я изучаю почти те же 30 лет. И много я еще там не изучил. Игорь Васильевич, если мы спросим, вряд ли он тоже нам скажет, что Гегеля изучил. Выбор изучил науку и логики. Но, значит, это говорит только о том, что у нас есть с чем двигаться, есть чем заняться. Но и на тех первых категориях, которые постигаются, уже ум оттачивается. Ум способен охватить противоположную сторону явления. Причем слабость людей, что они ведь предметы, жизнь, явления только со стороны бытия. Сам это ведь, только со стороны бытия. Тогда как у людей, то быть явлений, есть противоположная сторона, о которой показал. Ну и у него не было времени досказать анекдот, Михаил Васильевич. Значит, идут, идут они в баню. Света спрашивает, значит, кому идти в баню? И он отвечает, что обоим идти в баню. Вы, потому что вы грязные, а я, потому что мне надо поддерживать чистоту. Нет, они идут четвертый раз в баню. Сейчас опять спрашивают, кому идти в баню? Кому идти в баню, потому что вы все равно грязные привыкли, значит, газет, а я и так чистый. Итого, четыре логических. И еще один маленький момент, извините за долгие выступления. То, внук Гегеля, мало того, что Гегель оказал влияние такое теоретическое, внук Гегеля был членом Санкт-Петербургского совета в тысячи. Как бы и практическая вот такая струя. Соратник Троцкого. А где Гегеля? Значит, здесь. Санкт-Петербургский. Как ты бываешь еще? Мы не подбирали. А как он туда попал? В каком году Троцкий? Включить не зло. Так как в этом году Троцкий тут не отцовывает. Как он не отцовывает? Вы поздравляете? Я отцовывает. Я отцовывает. Я отцовываю. Поблагодарить, во-первых, за внимание всех. И отметить, что вообще наше познание направлено на какие-то предметы нашей действительности. И нам не досуг править свое сознание на самом мысе. Вот именно аппарат с помощью. Поэтому это нам непривычно. Потому что вот в самом химии, физике, они изучают географию. Все изучают. А вот диалектика управляет наше внимание на то, с помощью чего мы это изучаем. И за время человеческой истории уже сложилась в общественном сознании система категорий, которая отожжена в географии. Которые уже все сидят в крупнейшей категории. И мысли, и знания уже там воплощены. И если в ней просто покопаться, то на каждом этапе вы будете получать знания. О чем? Обо всем. Обо всем. И как вот показывает наша же деятельность в сфере образования, что правило люди делают ошибки не в мирах, а в больших вопросах. Подвижение. Спросите вы, скажем, политологов, что такое политика. Не скажут. Я вот на прошлой неделе проводил лекцию с философом. Что такое идея? Они так смотрят на меня. Вот я их спросил. Экономистов, я спрашиваю. Что такое экономика? Не знают. Вот я говорю, что же вы Менделеев, химиков, я спросил про таблицу Менделеева, вы бы не сказали. То есть я хочу сказать, что нам это непривычно. И если мы будем изучать само мышление, а вот в этом состоит смысл, то мы на каждом этом этапе будем продвигаться вперед. То есть само внимание к мыслям. К мыслям, к идеям. Вокруг чего формировалась большевистская партия. Вокруг чего? Вокруг идеи. И мне, Счислав, мы, наверное, об этом как-нибудь поговорим специально. Потому что были такие случаи, когда из-за каких-то маленьких нюансов, чисто, так сказать, вроде понятийных, поменялась вообще политика партии напрочь. Не удержусь. А скажу, какова цель социалистического производства? Формулировку Ленина и формулировку Хрущева. Я это Ленина или Хрущева? Ленин? Прущева. А Ленина? Хрущева знаете. А Ленина не знаете? Развитие, это макция производства человека. У нас в двух программах лежало. Двух. Первый, который еще с Плеханов участвовал, и в такой программе, которая принята на Восьмом съезде, что обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Не только обеспечение вашего благосостояния и условий для развития, но и само развитие. И не только ваше, и не только мое, и не только Абрамовича. А всех членов общества. И не личности, потому что и видели ту личность. А всех членов общества, которые созвучны идеей разницы. А чем было заменено на 22-м съезде? Вот тем, что вы сказали. Это вы и запомнили. Но я хочу сказать, что с этого мы и начинали. Я с этого тоже начинал. Вот с того, что у нас в голове был хрущевизм нашего поколения. И от этого хрущевизма не избавишься без диалектики. Я уже думаю, можно закончиться. Спасибо за внимание. Это объявление. В следующий четверг у нас завершающее занятие. Это мы подойдем к юбилею. Михаил Юрьевич Беляев. Вот здесь присутствующий один красный. Советский. Да. Михаил Юрьевич Беляев. Значит, докер и механизатор. Со стажем. Сколько у вас лет? Сейчас он врач тут. Врач у вас моя работа. Но он был все время в гуще событий, все время в активную позицию. Он видел противоречия, что люди вроде бы сидят в профсоюзе. Представители вроде бы рабочих. Вышли все из рабочих, а тянут позицию. Если бы вам удалось ситуацию так обрисовать, реально, какие лица, как вы видите, разрешать. И в реальном, конкретном примере, это крупная компания. Одна из самых крупных компаний. Наверное, самая крупная компания, да? По количеству. В порту. Ну и профсоюз докеров. Нам известен, как один из самых боевых профсоюзов. Хотя мы тоже знаем, что там были такие явления, как, например, председатель профсоюза докеров Васильев. Он был из профсоюза, а перед этим украл профсоюзные деньги. А предыдущий председатель портового комитета, вот не 1 января будет другой, а предыдущий, товарищ Калицкий, который замечательные статьи писал. Правильные статьи, кстати. Ничего там неправильного не было, тем более неправильные мы бы не пропустили. Перешел на работу в администрацию. То есть, обязательство рабочих, со стороны освобожденных работников, скорее правило, чем исключение. И поэтому вот так изображать себе, что вот меня представляет товарищ, надо освободить его от работы, пусть он меня лучше представляет. Он вот сел и ходит. Я думаю, что это вот очень интересная проблема, которая не теоретически только, а именно практически, вот опыт, с которым все сталкиваются. И всем прекрасно, вот все люди создают, профсоюз говорит, вот мы создадим, начнем борьбу, потом смотрят. И увидят, кто-то убежал. Все эти, которые создавали, куда-то, мы полетели, все, оставайтесь, товарищ Калицов. Продолжайте. Да, да. Который? Без, спасибо. 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 Спасибо.